Огонь опять грипит насквозь, Вот, ой, хоть стульная ось, Насадат. Эта сторона войны долго оставалась в тени. Военнопленных и узников концлагерей в стране победителей потом долго называли предателями. Но то, что выпало на их долю, пережить кажется невозможно. А они пережили. В основе спектакля «Милосердие под запретом» восемь настоящих историй. Четырех женщин и четырех мужчин. Среди них есть и наши земляки. В подборе материала театру пилигримов помогали сотрудники музея истории Иркутска. После худрук Константин Артамонов написал музыку и либретто вместе с режиссером Анной Агапитовой. В документальной постановке есть и прямые цитаты из воспоминаний бывших пленников, и поэтический текст, который тоже основан на реальных событиях. Дмитрий Лютиков играет Иннокентия Белобородова, однофамильца, прославленного героя. Он был простым солдатом, прошел войну. Вот он попал в концлагерь и выжил. Он был человеком очень скромным и не любил давать ни интервью, ни для газет. Он не печатался практически. То есть все в основном это из записей дневников его сына. Не только на фронте и в тылу, но даже там, в концлагерях, люди продолжали борьбу с фашизмом, помогали друг другу, брали под опеку детей, оставшихся без родителей, лечили больных и не сдавались. Сегодня об этом говорят под живую музыку. Попасть в плен считалось кремом на всю жизнь для многих людей. Без вины виноваты абсолютно люди. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что это абсолютно несправедливая позиция. Потому что пережить невыносимые условия, о которых мы здесь рассказываем, это не меньшее геройство, чем идти под поле, я считаю. Сдача спектакля назначена на 3 сентября. Его посвятили 75-летию Великой Победы. Чтобы премьера состоялась, сцену пришлось вынести на улицу. Так постановку можно будет посмотреть с соблюдением всех санитарных норм. Документальная баллада войдет в репертуар Театра Пилигримов как история большой надежды и великого подвига миллионов. Марина Беклемишева, Константин Синицын, АЭСТ-ТВ.